В продолжении нашумевшей истории о предпринимателях из 90-х, которые незаконно взимают плату за доступ к месту общего пользования, хочу рассказать вам, что удалось выяснить и как продвигается расследование о крышевании этих предпринимателей. Итак, знакомьтесь, индивидуальный предприниматель Задиричук Николай Ананиевич и его сын Богдан. Какие деньги я вымогаю? Ну как какие, за проезд! Задиричук Николай является предпринимателем с 2005 года. Категория субъекта – микропредприятие. Согласно видам экономической деятельности, перечисленным в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, у данного предпринимателя отсутствует открытый код АКВЭТ, позволяющий заниматься деятельностью парков, отдыха и пляжей. Согласно предоставленной информации Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАУ-ЮКРИ, между Департаментом лесного хозяйства и индивидуальным предпринимателем Задиричуком заключен договор аренды лесного участка в 2008 году. По условиям договора индивидуальный предприниматель использует предоставленный участок в квартале 20 в выделах 1 и 8 для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности сроком до 31 декабря 2028 года. Давайте взглянем на выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении арендуемого лесного участка. И что же мы видим? В границах квартала 20 выделено 3 участка, которые предприниматель имеет право использовать для осуществления рекреационной деятельности. Что это значит? Давайте взглянем на карту. Вот озеро. Вот пляж, на котором отдыхают люди. А вот эти 3 участка. Получается, что Задиричук осуществляет свою деятельность на территории, которой он не вправе распоряжаться. То есть, налицо самовольный захват береговой части озера и прилегающей к ней территории. Более того, все постройки, которые возведены на данном пляже и вблизи него, являются самовольными, согласно статье 222 Гражданского кодекса Российской Федерации. По данному факту, Югорской межрайонной прокуратурой инициирована проверка. И для рассмотрения по существу, обращение направлено в Департамент недропользования и природных ресурсов МАО Югры, Советский отдел судебных приставов, Отдел природнадзора, Управление Росреестров и ОВД России по Советскому району для принятия соответствующего решения о привлечении индивидуального предпринимателя Задиричука к ответственности. В действиях данного предпринимателя усматривается состав административных правонарушений, как минимум по трем статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По результатам выездной проверки выявлено наличие объектов вне границ арендуемого земельного участка, а также организована доследственная проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, неисполнение вступившего в законную силу решения Советского районного суда от 12 августа 2015 года, которым признаны незаконными действия индивидуального предпринимателя Задиричука по ограничению беспрепятственного бесплатного доступа граждан к участкам водного объекта. Я буду направлять материалы, копии материалов в службу судебных выставок о том, что не исполняется решение. Что же получается, что взяв в аренду маленький клочок земли, Задиричук захватил всю территорию вокруг озера Окунево, возвел там сооружение и распоряжается не принадлежащей ему территорией, на которой взимает плату за доступ к месту общего пользования. Да еще и скрывает эти доходы от налоговых органов, так как чеки за платный доступ к водоему этот горе-предприниматель не выписывает. Напоминаю, что согласно статье 6 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года номер 74 ФЗ, поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим кодексом. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими федеральными законами. В соответствии с частью 8 статьи 11 лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 года, номер 200 ФЗ, лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и сбора находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Поэтому хочется донести до тех, кто встает на защиту таких предпринимателей, что свою деятельность нужно осуществлять на принадлежащей тебе территории, а не заниматься самовольным захватом мест общего пользования. Да, осуществляют уход за данной территорией, да, организовывают отдых, но у данного предпринимателя отсутствуют законные основания для ведения такой деятельности в границах этого озера. Ведь в таком случае, кто мешает любому другому бизнесмену приехать на этот пляж и развернуть там свою деятельность? Ответ очень прост. Мешает ряд законов, которые запрещают это делать, а законы у нас должны работать для всех. Замашки из 90-х по захвату чужой территории должны остаться в 90-х. Но больше всего интересует вопрос, почему на протяжении стольких лет надзорные органы не заинтересовала деятельность данного предпринимателя. Возможно, все дело в крышевании, которое вместе с такими бизнесменами еще сохранилось в настоящее время. На ум приходит очень краткое, но весьма правдивое изречение. Безнаказанность порождает беззаконие. Также при выполнении редакционного задания на озере Окунево мне посчастливилось познакомиться с участковым и полномоченным майором полиции Пузиным Георгием Сергеевичем, который показал все свои знания, а точнее их отсутствие. Ну, представьте. Это обученная полиция Пузиным Георгием Сергеевичем. Где у вас жетон? Это отдел кадров. Знаю, где у меня жетон. А вы не знаете? Да. Вы на службе? Я на работе, да, я на службе. Работать хватит? Служить надо? Мне не положено снимать. А, в начале объяснения это где написано? ВПК. Такого муссного заявления принимают у лиц с ограниченными способностями. Человек по 51-й, когда полностью отказывается давать извинения. Нет, он в рамках 51-й может частично от чего-то отказаться. Частично нету такого слова. В Кобесе надо дословно прочитать. Вы давно служите-то? Или работаете? Тут написано. Тут про слово частично нет. Я не привезла с собой паспорт. Ну, так, с моих слов записываете. Вы знаете, по закону Российской Федерации вы обязаны носить... Где это прописано? Это прописано... Где? В Конституции. В Конституции в какой статье об этом сказано? В Конституции в какой статье об этом сказано? Да. Я хоть... Не можете. Отошел от меня быстро, пока заявление на себя не получил. Я вам план поделил. Отошел от меня на полтора метра, а я вам говорю протоколом принятия условного заявления, заявление принял. Ну и конечно же хочется поделиться с вами довольно интересной и шокирующей историей о службе данного сотрудника Ивдельской полиции, о которой в средствах массовой информации опубликована статья под названием «Сержант Ивдельской полиции, играя с пистолетом, выстрелил в грудь коллеги». И этим коллегой оказался, как вы думаете, кто? Наш известный майор полиции Пузин. Оказалось, стражи порядка устроили дуэль в духе Дикого Запада, решив узнать, кто быстрее вытащит оружие из кобуры. Заместитель командира взвода, старший лейтенант Пузин, предложил сержанту Старшову посоревноваться. За определенное время вытащить пистолет из кобуры, перезарядить и встать в боевую изготовку. Причем, чтобы было азартнее, они расположились друг напротив друга, как ковбои на дуэли. И тот, и другой выхватили свои пистолеты и щелкнули друг в друга. Победил Старшов. Георгию Пузину стало обидно, и он стал упрашивать сержанта повторить дуэль. С пулей в груди Георгия Пузина доставили в больницу, где прооперировали. Физически здоровый и крепкий парень выжил буквально чудом. Видимо, за такие поступки Пузин и получил звание майора полиции. Но об этом история умолчивает. Да если б я ментом не был, я б на трешку присел за милую душу. И, конечно же, необходимо рассказать о составленном в отношении меня протоколе об административном правонарушении по части 1 ст. 20.6 Прим. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за невыполнение правил приведения режима повышенной готовности. Данный материал был направлен в Советский районный суд Хантамансийского автономного округа Югры, решение по которому до сих пор не вынесено, так как материалы дела были возвращены обратно в ОМВД России по Советскому району на доработку в связи с выявленными нарушениями при составлении административного материала. Более месяца в отношении меня осуществляется административное преследование, которое доставляет мне массу нравственных страданий от действий сотрудников полиции. По указанию начальника ОМВД России по Советскому району подполковника полиции Курамшина. Не закрываем двери, представьтесь, пожалуйста. На вас тоже заявление будет написано. Субтитры создавал DimaTorzok